Тихо, тихо, тихо. Кто будет говорить? Да я не могу. Под микрофон, я даже не имею. Да нет, просто туда, как говорится. Давайте вы все сидите. Сразу, сразу. Объясни. Я просто по вашей площади скатил. Я не несу ответственность за город, я несу ответственность за свою семью, за своих близких, как каждый из нас. Выполняю свой гражданский дом, как украинец. Я хочу жить в Украине, и хочу, чтобы Бердянск оставался украинцем. Поэтому я рассказываю, кто это находится в Бердянске. Условно говоря, в Бердянске сейчас не военные, а военная полиция, которая следит за порядками в городах, которые по пути следования обозов военных. Вчерашние действия, это совершенно другой контингент, который сдал город этим полицейским на управление. Их задача была организовать работу с местной власти и поменять флаг этот по реакции на нас с вами митинг. Мы видим украинские флаги на всех зданиях, так это останется. По требованию нашему убрать технику, чтобы не нервировать, чтобы мы не раздражались, потому что мы за себя ответственность потом не будем нести. Технику увидите, они отогнали. Их задача 26 объектов в городе. Это, соответственно, охрана 26 объектов такими патрулями по 10-15 человек. Представляете, сколько должно было быть здесь их блокпостов. Они сейчас идут на встречу, взял на себя командир ответственность, согласовал с генеральным штабом. Пока. Это дословно. Что нет необходимости. Город мирный, спокойный, обезоруженный с точки зрения силовых органов. Поэтому ему достаточно сегодня того количества, которое здесь есть. И не надо сюда никого сувать. Поэтому физически он попытается освободить к завтрашнему дню. Он пообещал освободить из полком, для того, чтобы мы могли работать дальше. Основные здания нас не интересуют. нас интересуют, чтобы вернулись службы городские. Тихо-тихо. Если, да, смотрите. Друзья, то, что вы хотите от меня услышать, я вам скажу в такую формулировку. Мы проговорили им, что работать в исполкоме, проходя через их тетурникет, мы не согласны и не будем. Но это мы взяли такую, я думаю, общее мнение. Мы не будем, да, истинное предложение, чтобы совместные патрули ходили с полицейскими. Мы сказали, нет, работайте в исполкоме, просто мы будем досматривать, те, кто входит. Мы сказали, нет. В исполком вернутся наши чиновники, наши все сотрудники, только при условии освобождения от любых военных присутствия. Мы, в свою очередь, договорились, что независимо от того, кто раненый этот, наша больница будет обслуживать по этикету, как говорится, врачебному. Мы организуем. Они должны организовать доступ к продуктам питания через блокпосты. Мы не будем высовываться с города и не будем это. Иначе. Мы снимаем всякую ответственность с себя. Каждый должен поступать, как ему велит сердце, по мере своих возможностей. Правильно. Это должно быть сопротивление словом, умом. С деньгами перечисленными на счета банка. Я вас прошу, берегите себя. На сегодняшний день бессмысленно. Мы уже сделали многое. Я больше не могу с вас требовать, из себя я не могу. Поэтому, никаких телеграм-каналов не объединяйтесь, потому что через 15 секунд в этих телеграм-каналах будет находиться боты, и вся информация о ваших сходках, встречах будет в свободном доступе. Поэтому, есть у вас один, два, три друга, которому вы, которому доверяете? Вот общайтесь вот этих небольших, этих очагах, как говорится, сопротивления. Эти военные, эта военная полиция, она теперь поставлена в известность, что в городе, что в городе, в городе, нет военных, в городе гражданские люди, которыми никто не управляет, их, их личных, совести, сердца и мозга. Друзья, поэтому, каждый делает то, что считает нужным. если завтра, они не освобождают, мы с себя тоже снимаем, они нас предупреждают, что в сути агрессии в сторону, город заполонят, я вынужден вам сказать, город заполонят, военные, с большим агрессивным, наверное, и какие-то контингенты, как вчера. Да, как вчера. Это предупреждение с их стороны, но я еще раз говорю, каждый волен поступать, как знает, поэтому они пришли не с миром, они пришли с мечом, от этого меча в любом случае они погибнут. Последнее, для того, чтобы вы тоже понимали, они тоже с нетерпением ждут результатов переговоров, они тоже хотят просто с этой точки развернуться и уехать домой. Поэтому, ребята, каждый, каждый делает то, что может, на том уровне, на котором хочет, никаких организованных не будет, потому что это бессмысленно. Делайте, делайте то, что считаете целесообразным, если завтра они не освобождают исполком, и город начнет тухнуть, с точки зрения коммуникации, то выходим и... Убираем их уже. Да. Нет, никакой полиции нет. Безопасность каждого человека, это дело каждого человека. До какого времени, до какого времени? Я не знаю, не знаю до какого. Наблюдаем в онлайне, никаких я не... Мы должны следить за каждым своим домом, за каждым своим подъездом, чтоб не было у нас... чтоб не было у нас мародеров. Уходят! Уходят! Домой! 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 Продолжение следует...